Я сейчас пытаюсь правильно настроиться на беседу, поскольку слово «новая архитектура» штука весьма относительная. И когда меня приглашали на эту лекцию, у меня первый был вопрос, что вы там понимаете под архитектурой будущего, последними тенденциями, инновациями в архитектуре. И я высказал резкое соображение, что категорическая ошибка, а так возникает у всех в головах такая ассоциация, что архитектура будущего – это прежде всего новые технологии и материалы. Карбон, пластик, парящее стекло, меняющая прозрачности, антигравитация и прочее. Но архитектура – это прежде всего то, что у вас в головах. И я сейчас попробую, как мне кажется, что тема, вернее, сам рассказ будет не очень, что ли, таким типовым. Я попробую вас зацепить и сколыхнуть какими-то вещами, которые на самом деле в мире уже существуют давно. Но потому, что происходит у нас, среди нашего потребителя, в нашем сознании, я, как бы, четко понимаю, что мы все безумно отстаем, а мы, архитекторы, практикующие, очень сильно нуждаемся в том, чтобы наших единомышленников стало как можно больше. И вы, наш, так называемый, как я все время считаю, любая лекция – это такой бак-посед. То есть наша задача – посеять вирус, чтобы вирус правил отношение к тому, чем вы будете потом пользоваться, чтобы у вас возникла правильная точка зрения на пользование. Просто, насколько я понимаю, вы же не архитекторы. Поэтому наш разговор будет, наверное, я попытаюсь максимально популярно говорить. Тем не менее, могут возникнуть некие сложности, возможно, вы мне задавайте вопросы. Я не лектор, я не ученый, не научный работник, я практикующий архитектор. Как правило, моя архитектура воспринимается довольно резко. Есть поконники, есть люди, которые ругают эту архитектуру. И, в частности, она, конечно же, такого не широкого пользования. Ну, я про нее скажу в самом конце, я покажу до этого, покажу вам, на самом деле, на примере того, что происходит в мире, что есть хорошего, что плохого. Самое главное – настроиться на то, что наша задача – понять, что архитектура, еще раз оговорюсь, я архитектор жилья. То есть я максимально близок к вам. Я проектирую вам жилье. Я проектирую вам дом, квартиру, дома. Ну, еще бывают небольшие общественные сооружения, офисы и прочее, прочее, но они уже живут в другой категории. То есть я непосредственно связан с вашим бытом. И вот я хочу сказать, что, вот если вы хотите рюшечки, обои, розовый цвет и еще что-то, вы это получите, да, по-любому, если вы это хотите. А если вы хотите чего-то немножко побольше, поинтереснее, да, то вам нужно понять, ну, просто понять, что такое архитектура. Я очень точно понимаю следующую вещь, что реальных потребителей архитектуры у нас крайне мало. То есть люди, которые реально тащатся, да, вот они идут и видят объекты, говорят, о, как круто, восторг, я понимаю, почему он хороший, что в нем хорошего. Это просто единицы. Ну, это просто факт. Это очень специфическая область деятельности. Вот, и людей, которые ее потребляют, вот, совсем немного, ну, в правильном контексте, вот, а людей, которые ее оплачивают, еще меньше, соответственно, да, которые себе заказывают такую архитектуру или могут себе позволить тратить деньги. Я специально, вот, долго, как бы не ползу по интернету, просто взял, ну, первое, что попало, из того, что, как мне кажется, ну, является более-менее приличным. Вот, вот, в нашей окружающей архитектуре, это сайты красивые дома, это все то, что у нас строится в Подмосковье. Но не буду лукавить, сразу скажу, что это плохо. Вот, это плохо, несмотря на то, что это стоит денег, это хорошие материалы добротные, это какие-то аллюзии с какими-то стилями, вот, и вполне возможно, любой из вас сразу же бы согласился жить в таком доме, потому что у нас есть еще одна проблема, да, ну, как бы вообще, да, это проблема того, что, ну, как бы очень многие люди просто нуждаются в жилище. И для них первый слой угол или первая своя нора, в которую они могут забраться, это уже счастье, уже хорошо, не говоря о качестве архитектуры. Мы же говорим с вами про качество архитектурное, вот, и поэтому, вот мы вам показываем такую архитектуру. Вот это то, что строят прямо сейчас на Западе. Строят широко, вот, и я вас, наверное, удивлюсь, скажу, что это тоже плохо. Хотя, кажется, что хорошо. Плохо, потому что, если попробуем не запутаться, да, во всех своих тезисах, это хорошо, безусловно, да, потому что это гигиенично, в первую очередь. Это уже такая архитектурная гигиена, она правильная. Вот, но, тем не менее, она базируется на очень старых принципах. Это не инновация, да, это не новизна, не движение вперед. Несмотря на то, что есть гнутое стекло, есть хороший план, потому что в этих домах они, в первую очередь, думают о, ну, как бы, комфорте, о функции, о планировке. И этого хватает, чтобы продать на такой уровень жизни. И многим людям это тоже хватает. Мы же с вами, я бы с такими сейчас был считать, должны быть людьми гораздо более продвинутыми. Ну, вот, и сейчас я в первую очередь скажу, смотрите, как бы, вот, наше отношение к художникам и, в первую очередь, к русскому авангарду, ну, в том числе, да, к русскому авангарду и к авангарду вообще, как процессу, я почти уверен, на части такой, отстраненный скептически, да, потому что, ну, какие-то сумасшедшие художники что-то там пишут, выставляются в музеях. Вот, никто из нас, ну, по большому счету, не дает себе отчет, что это люди в халатах, по большому счету. То есть, чтобы мне построить дом, я должен получить заказчика, который потратит, не знаю, там, сотни тысяч долларов для того, чтобы построить то, что я спроектирую. Вот, художник сидит у себя в мастерской и пишет то, что ему хочется. Вот, и, как правило, ничего это не стоит, ну, пока он не достигнет каких-то высот, ну, и так далее. Там есть понятный механизм. Дело не в этом. Я хочу сказать, что вот то, что сделали русские авангардисты и вообще авангард в целом, это сногсшибательная революция, которая, по большому счету, произвела такой крышеснос в материальной среде, будучи нематериальной, будучи абсолютно зафиксированной идеей, как таковой. Вот. А этот вирус проник в нашу среду, ее заполнил и создал целиком весь модернизм, так называемый международный модернизм. Вот эти здания, которые были до того, да, это все продукт, так называемый, модернизм. Перед вами картины Малевича. Значит, я попробую очень коротко рассказать, чем они занимались. Хотя, наверняка, вы это знаете, по большому счету. Малевич – супрематизм. Малевич – тот, который, как бы, прочувствовал и стал восторгаться очень простыми вещами. Вес, векторальный равновесие, когда силы между собой сталкиваются, и как там растягивается, и куда-то там тянут, гибируют. И вот, все это вызывало у него какую-то такую сумасшедшую магию, доходило до черного квадрата. Я не буду сейчас вдаваться в терминологию и в детализацию, смысл в том, что предметом художественное переживание, но через вещи, в зале вещи, которые, в принципе, не являются предметными, они все касаются, по большому счету, космоса. Что происходит, как бы, ну, с точки зрения, не знаю, слова «физика» не очень точно в этом случае, да? Вот, но вообще вокруг нас гравитация, антигравитация, столкновение, драматизм, столкновение, победа, поражение – все есть у Малевича. Но уходят такие случаи, что он забрал в такие большие глубины, те, кто склонны к мистификации его персоны, что в какой-то момент он просто испугался, до чего он добрался, и быстренько перешел к предметной живописи. Значит, это Эль Лисицкий, тоже русский авангардист. Это уже больше похоже на архитектуру, но отчасти у него были проекты архитектурные, которые, ни один из которых не был построен, реализован. Вот, по большому счету, это та самая тенденция. Это поиск, это ощущение столкновения больших иных сил, иного мира, чем нам привычно. Я буду правительствовать, чтобы… Вот, дальше я вам покажу Паулю Клие, который очень сильно занимался, ну, кроме всего прочего, кроме отношений больших и малых величин, эмоционально. Поймите, что это вещь эмоционально, да, он занимался проблемой времени. Я не буду в этой лекции отрагивать эту проблему, потому что это очень интересная история, и, возможно, это примет какого-то будущего разговора. Поразительно, что все они, и Малевич, и дальше это Клие, это Владимир Стерлигов, наш питерский художник, умерший в неизвестности в 65-м году в Питере, никому неизвестный. Они все уделяли маленькое отвлечение, большое внимание цвету. Меня цвет не волнует сейчас, да, цвет к тому, что я сейчас приведу из этой части, он не очень важен. Но просто обязаны это сказать, потому что, значит, это будет неправда. Они почему-то очень точно, почти музыкально виблировали от того, что каждая форма имеет свой специфический цвет. Как это отразилось в предметном мире, я не знаю пока еще, да, и насколько эта взаимосвязь реальна, что ли, да, и, будучи прочувствованным конкретными художниками, имеет ли она под собой какое-то объяснение, я пока не знаю. Я, это всем известный Пит Мадриан. Все очень просто. Это лабораторная работа, да, очень быстро, прямо в начале века перешла в ткани, в декоративные темы, в декорацию с точки зрения посуды, керамики, остекления. То есть она очень быстро перешла в предметный мир. Но для нас самое интересное, что она перешла в предметный мир с точки зрения буквально космического осмысления того пространства, в котором человек существует. Вот проект Миса Вангероя не существует. Посмотрите, да, это буквально следует из того, что мы взяли и бросили жизнь, человеческую ячейку, бросили в решетку. В решетку некую систему из ребер и стен, в которой человек должен каким-то образом там освоиться, существовать. Это одна из первых попыток уйти как бы от традиционной архитектуры. Я должен вам сказать, что многие тысячелетия вся архитектура развивалась по принципу тектоники. Верх и низ, все рациональное и не совсем божественное, это классицизм, классика, ну, понятно, там, Древний Рим, прочее, прочее, это поэтика, стоечная балочная система. Это поэтизация как стойка держит балку. Это рациональное отношение к миру. Все, что иррационально религиозное, готика, барокко и прочее, прочее, это, опять же, вверх и низ, только стремление максимально к Богу, максимально высоко, максимально оторваться почти рационально от Земли. Но, тем не менее, вектор всегда один. Есть Земля и есть небо. Мы всегда, вся архитектура занималась тектоникой. Что произошло, почему я говорю, что это была сумасшедшая революция в сознании, весь авангард, так называемый, все аналитическое искусство. Авангард, я имею в виду именно аналитическое искусство, которое занималось без предметной абстракции. Оно посеяло тот самый вирус, который проник в голову людей, которые строят, ну, соответственно, в мировоззрение людей, которые заказывают эту историю, ну, себе такие дома. И впервые произошла революция. Посмотрите на эти объекты. Это Мисс Ван-де-Рой и Гропиус. Гропиус был хаус, Мисс Ван-де-Рой и все, что там внизу. Архитектура как бы остается тектонической еще. Да, но она превращается в некий куб или параллепипед, в некую абстракцию. И таким образом, как ни странно, или в некую огромную плоскость, да, как это приведено в Барселоне, Мисс Ван-де-Рой, которая расчищена ребра на какие-то деления, между которыми человек должен как-то биться и как-то там что-то находить. То есть это архитектура, которая перестала ориентироваться на один вектор, вверх и вниз. Это архитектура, которая стала расползаться по горизонту, она стала заниматься вопросами больше-меньше, вопросами вибраций. Почему-то хорошо в этом пространстве, оно большое, и тут же хорошо, когда есть маленькое пространство. Или почему-то хорошо или интересно, когда вы попадаете в иную среду, когда вы попадаете, не знаю, на старый завод. Сейчас немножко небольшое отвлечение, потому что я пытаюсь сказать, что, это правда, я чудо отвлекся, простите меня, потому что вся популярность уловта, так называемая сейчас, да, она связана ровно о том, что человек попадает в иные условия. Попадая в иные условия, их приспосабливая под жилище, он получает некое новое художественное, которое раньше он не испытывал. У него раньше было некое достаточно стандартное типовое представление о своем счастливом жилище, как у всех у нас. Там кровать, гостиная, мягкий свет от лампы, таршер и прочее, прочее. Как только мы попадаем в бывшую котельную или в бывший завод, и там стоит роскошный кожаный диван и прочее, и прочее, прочее, в данном случае элементы комфорта, нам человеческого. Тем не менее, создается та самая дистанция, о которой я сейчас вам пытаюсь сказать. Просто это очень понятный пример. То есть человек, поставленный в иные в своем жилище обстоятельства, у него возникает некое поле, некая разница. Между ними самим, между его бытом и той оболочкой, которая существует. И в этой зоне есть художественное переживание, эмоциональное художественное переживание. Это у нас Вальтер Гропиус. Я сейчас провисну всю эту историю. Это всем известный, любимый лекарь Бузье. И я сейчас попытаюсь через эту единицу в Марселе, живая единица, хочу пролистывать просто так, показывая, что на самом деле, как бы, авангард, это, по-моему, какой год это? Пятьдесятый год, да? То есть, как бы, это очень современная архитектура, притом при всем. И это говорит о том, что мы с вами очень недалеко ушли, что мы с вами отсталые люди. Вот, потому что, в принципе, это давно придумано, на сто лет назад, да? А для нас это еще все еще по-прежнему хорошо. Вот, я хочу просто на этих примерах показать, что тема тектоники и верх и низа пришла к своему, ну, полнейшему, что ли, завершению. В этой архитектуре, потому что огромные кубы, огромные прямоугольники, они встали на ножки, они оторвались от земли. Если вспомнить советскую модернистскую архитектуру, то все этажи первые, это огромные стеклянные фасады, магазины, гастрономы. Это тоже, на самом деле, вот тот же самый принцип, что архитектура взлетела в воздух, она перестала опираться на землю, а она стала другой. И вот теперь самое интересное, что такое стала другой. Потому что, понятно, что у всей этой лабораторной работы художника в халатах, в своих мастерских, было огромное количество наработок, огромное количество эмоциональных переживаний по поводу того, что делает форма с человеком, как человек на эту форму реагирует, и что в ней такого интересного находится. После Ле-Кобезье началась эпоха модернизма. То есть, вся международная архитектура, весь интернациональный стиль, так называемый, это простые фасады, много стекла, ритмическая композиция, простые материалы, в том числе и советский модернизм. Целая эпоха, она как бы началась. Я сейчас не буду про нее рассказывать, потому что слишком долго и нудно, на самом деле. А перейду к очень важной вещи. Это вот еще раз про Ле-Кобезье и про то, что все у нас подскочило, подлетело. Хочу вам сказать, вот это сейчас начинается тема нашей лекции. Это было все в лодной части. Я к ней еще потом вернусь, потому что хочу вам рассказать отдельно о тех достижениях, о которых я не говорил еще. О реальных достижениях, которые в качестве инструментария очень активно используются, в частности мной. И это наработано не мной, наработано художниками, я это использую. Но тем не менее, наша тема лекции – это то, что вы сейчас видите. Когда часть архитектуры, на самом деле, не везде, не по всему миру, в большей степени в Японии, отчасти в Италии и, как ни странно, в таких вот странах, довольно странной экономической ситуации, как Бразилия, Аргентина и Мексика отчасти, они пришли к тому, что я называю безобразной архитектурой. Без образа. То есть внешняя архитектура перестала иметь смысл. Она стала просто абстрактной единицей. Кубик, параллепипед, прямоугольник. Чем крута эта ситуация? Поймите правильно, да? Как только они перестали заниматься тем, что социально обозначать свое здание, насколько оно хорошее, они были вынуждены погрузиться вовнутрь. Что там происходит за этим кубиком? И вот тут началась новая революция. Новая революция, на мой взгляд, безумно интересная. Вот, мы пойдем смотреть сейчас по отдельным объектам. Вот объект, который у нас был анонсом лекции. Как видите, здесь все теряется. Здесь нет стен, здесь нет верха и низа. Потому что что план, что проекция разреза, совершенно одинаковое пространство. Все как бы изъедено как сыр, но мне там ассоциация важна. Важно, что люди начинают жить совершенно в других условиях. То есть это совершенно не похоже на спальню, в которой стоит кроватка, тумбочка и светильничек. Это целый мир, в котором человек как-то существует. И на самом деле существует не очень благостно. Потому что здесь можно упасть, навернуться, сломать шею. Ну так, теоретически. Отсюда рождается тезис, который мне крайне симпатичен. Но пока я уже не проговорю. Я пока дальше пойду. Свет. Это очень интересное пространство, согласитесь. Оно очень не похоже на жилище. Но мы можем догадаться, можем представить по этим картинкам, как сюда проникает свет со всех сторон, как организовано это странное пространство. Понимаете, сколько здесь? Это и скульптура одновременно. Это и Малевич, то есть супремный. И это одновременно космос, брожение. И то самое знаменитое западное окно, которое бросает последнее солнце в ваше жилище. Вы в этом доме живете совершенно по-другому. Это японская традиция. Отчасти, да, пока японские образцы. Что она говорит? Мир страшен и огромен, я в нем воюю и могу погибнуть. Первая моя задача – отгородиться от внешнего мира, оборвать свои границы и внутри создать микромир. Свой собственный, мне подчиненный, который я могу регулировать. Таким образом создается модель мира. Самое интересное, пока мы тоже говорим только лишь про свет, свет, который со всех сторон заливает эту абсолютно инертную, равнодушную единицу, которая является кубиком, параллепипедом, но она рассчитана как бы абстрактно, потому что все, что интересно, происходит внутри. И внутри, самое главное, поймите правильно, это не храм, это не церковь, это жилище. То есть то, что духовное начало приходит таким образом в жилье, это и есть самое интересное, что делают эти люди, на свое время сделали эти люди. Потому что они сказали о том, что в твое жилище есть твой храм. Ты здесь получаешь свой духовный, не знаю что, опыт. Пока продолжим дальше. Чтобы не было ощущения, что только японцы впереди планеты всей, это Стивен Хоу. Это достаточно свежая постройка. Внизу вы видите, что это такое. Это абсолютная модель, которая говорит про то, как свет должен, как космос через свет должен проникнуть в это пространство, где-то удавиться и расползить в виде шара, дать инерционное освещение, или удавить в виде света, или связать человека с внешней средой. Жалко, что у меня нет указки, потому что видите, как угол решен. Буду пальцем показывать, простите, ладно? Вот. То есть это абсолютнейший лабораторный эксперимент. Хорошо в нем жить или плохо, лично я не знаю. Для меня это, возможно, перебор через счет. Но, тем не менее, поймите правильно, мы сейчас с вами обсуждаем самые экстравагантные проявления. И очень важно, чтобы вы поняли, нет моей задачи показать вам самые-самые экстравагантные свержения как таковые. Я вам показываю экстравагантные свержения только лишь с одной конкретной точки зрения. Это внутренний космос. Внутренний космос, который задали наши все мировые художники-авангардисты, которые впервые взволновались эмоционально тем, как этот космос можно зафиксировать. И они дали инструментарий. Архитекторы это продолжат. И самые передовые дома безумно интересны. Сами по себе, лично для меня это все, ну, прежде всего, интересно. Это очень важный постулат, важный тезис, который я пока еще не произношу, и я принесу. Значит, ателье Текута очень интересное, такое экспериментальное бюро архитектурное, которое понастроено довольно много. Я покажу вам самый любимый объект. Как видите, это похоже четки на что. Это безобразно. То есть, это безобразно. Это внешне ни на что не похоже, но, конечно, и отвратительно с точки зрения какого-то эстетического переживания, ну, невысокого эстетического переживания. Потому что внутри все безумно интересно. Это абсолютнейший мир абстрактной формы, в котором мы сталкиваемся. Можете себе представить, он антигравитационный. Это та самая архитектура будущего, в котором есть только лишь естественное космическое движение света. Ну, то есть, восток, юг, запад, да, и задухание. Ну, это очень жесткая архитектура. Ее тактильная среда, она суровая, в нем можно ободраться, с ним можно навернуться, я мягкий слаб, подбираю. И вот даже не знаю, вызывает это у вас симпатия или нет, или, по крайней мере, интерес. Барак какой-нибудь? Барак какой-нибудь? Депрессия. Депрессия, хороший самоправильный. Я считаю, что это останство. Отлично. Как раз, которое лишено, потом, что-то творите. Хорошо, понятно. Продолжим сейчас, пока. Это правильная ситуация, все правильно. Вот. Ну, мы сейчас идем методом перебора. Мы с вами разбираем и смотрим, что такое вообще творят люди. Вот. Вот тоже абсолютно шикубик. Наверное, этот дом называется хвост, грязный хвост змеи. Смысл в том, что он закрыт полностью, но внутри у него земля. Внутри у него земля, а все, что касается там человека, это отдельные подуровни, площадочки, лестницы и весь второй этаж. Это как бы тот самый принцип, когда человек отгородился целиком от внешнего мира, а себя оказал полную модель мира, хорошую или плохую, вопрос. Не знаю. Но тема песка, лично, если мы с вами следим за культурным процессом в целом, ну, по крайней мере, за кино, то у Тарковского сталкивает, да, вы помните, там идет по а-ля сараю, который засыпан песчаным барханом, и птица там дважды прилетает и исчезает. То есть тема помещения внешнего мира и в конце у Тарковского в доме идет «Дождь и снег», довольно любимая тема. Тема как бы такой дуальности и переноса внешнего во внутреннее, внутреннего во внешнее, она сама по себе с точки зрения большого художественного переживания безумно интересна. То есть, в принципе, возможно, это вылично, да, или я в этом доме жить, у нас не возникнет желания, да. Вот. Но кто-то, кто живет здесь, не знаю, сейчас с детьми, то для него это, на самом деле, достаточно бытовое существование, видите, велосипеды. Это, как бы, однозначно можно сказать, что это дом, который не похож ни на один из которых вы знаете, ну, из которых вы бывали. Вот. Это тема тоже ландшафта, дом. Вот. Но принципиально другого. Если вы посмотрите, вот это, на самом деле, стенка, видите, наклонная линия, это стена другого этажа. То есть из-за того, что дом находится на склоне, у него резко за ним склон, то у него сделан так, чтобы свет в него проникал через вот такие вот наклонные вещи. И это вообще вещи достаточно парадоксальные. Жить в нем тоже вопрос, по большому счету. Вот. Но у тебя ландшафт пришел вовнутрь, буквально. У тебя наклонные полы, какая-то там довольно сложная система проникновения с этажа на этаж. Вот. Но тем не менее, вот, мы вам говорим про то, что вот в этом безобразном, как бы, кубике, в безобразной форме, безобразной, происходит максимальное проявление усилий для того, чтобы создать какой-то свой мир, по каким-то принципам этот мир. Вот. Это фактически... Это Китай. Я сейчас вместе с вами прочитаю, потому что, на самом деле, это в архитектуре не знаю. Вот. Но смысл в том, что... Я его привел для того, чтобы показать, как бы, крайнюю степень экстравагантности, да, такого подхода. Если вы обратите внимание на план, то, видите, это находится ванна, потом унитаз прямо посередине. То есть метрически в этом странном параллелепипеде, который разделен крестиком на четыре равные части, существуют все элементы человеческого существования. И это приводит в такой довольно странной архитектуре, где нет ни пола, ни потолка, стены есть. Вот. И все, что творится в этом доме, живет по каким-то особым законам. По крайней мере, интересно, согласитесь. Это я вам просто покажу. Это я просто показываю вам своего любимого архитектора, который творил в 75-76-х годах. Вот. Мне он безумно нравится, дом. Не буду рассказывать про его содержание. Вот. Это особое отношение. Это Том Кундик, очень популярный архитектор, который безумно много строит. Это тоже тема нейтрального Куба, но, тем не менее, мне кажется, вам понятно, да? Вот в этом уже можно жить, по большому счету. Потому что, в принципе, здесь рояли, диваны, кресла, книжки, пауки и прочее, прочее, да, говорят вам про то, что вы очень легко с этим можете смириться. Это Джулиан Лампинск. Это очень известный бельгийский бруталист из 74-го года по постройке, который говорит, ну, мне, наверное, пора переходить уже к каким-то тезисам, не просто показывать вам дома. Вот. То есть, все эти примеры говорят, ну, как бы о чем, что если мы подходим к нашему жилищу, как к некому новому опыту, который может нам что-то дать. Если мы хотим, чтобы жилище, вот слово интерес, по крайней мере, может присутствовать, да, чтобы оно было интересно, по крайней мере, да, вот, то, пытаясь вас агитировать, не очень получается, на самом деле, потому что вопрос, агитация, очень, очень, такой сложный. Если я скажу по-прежнему пример, я в Японии, в Токио, если вы бывали, например, да, то во всех общественных сооружениях все лестницы по 45 градусов. Несмотря на то, что там пожилые люди приходят, вот не важно, 45 градусов, то ступенька 20 на 20 сантиметров. Попробуйте по ней подняться, довольно тяжело. Вот. Они используют древний японский тезис, что мир принадлежит людям с развитыми икроножными мышцами. Если помните фильм «Семь самураев», например, главный герой – толстячка, который бегает и всем рулит. Помните фильм «Семь самураев»? Смотрели, нет? Не все, да, к сожалению. То они прямо акцентируют камерой, какие у него персонажи икроножные мышцы головы. Что он творит. А он там и мозг, и мотор, все операции, которые спасают кучу-кучу жизней. После них сняли фильм «Великой семерка» американский, который уничтожил всю идею «Семи самураев» в результате. То есть, вот тот опыт, который можем мы переживать в нашей среде, он не обязан быть детсадовским. Мы не делаем детского сада из материальной среды. Мы делаем мир, в котором есть несколько качеств, в которых можно жить, существовать и как-то на контрасте или на сопоставлении с ним дружить. И этот мир, вот я сейчас произношу тезисы, он прежде всего должен быть трехмерным. Мы с вами живем в плоском мире все время. Мы с вами ходим по плану. В этом плане, конечно же, могут быть те же самые интересные вещи, про которые мы с вами, про которые я говорю, например. Но мы имеем возможность жить в трехмерном мире. Мы можем подниматься и опускаться. У нас меняется точка зрения. Поверен Константина Мельникова, который заставил Ликой Бюзеттин, условно, съесть свой галстук от зависти, был построен на том, чтобы была диагональная лестница, которая вела из одного угла в другую руку, прямоугольник. И когда ты шел по диагонали, у тебя точка зрения менялась настолько, что мир переворачивался. Ты все время, скажем, точки воспринимал по-другому. Олег Бюзеттин считал, что он категорически в 25-м году проиграл этот конкурс на всемирной выставке, который, на самом деле, демонстрирует последние достижения архитектуры. То есть, первый тезис, он должен быть трехмерным. Второй тезис, он должен быть опасным. Мы проектируем опасную архитектуру. То есть, он должен быть тактильным, кинестезическим, мы должны его чувствовать. Есть разница, да, которая очень заметна на сопоставлении европейской архитектуры и восточной. Восточной архитектуре запрещено изображением Бога. Поэтому Бог там присутствует через свет и через фактуру. Почему японцев интересна архитектура, и почему, на мой взгляд, интересно, достаточно азиатская архитектура продвинутая. Потому что отношение к фактуре, как она ловит свет, и как ты рукой ловишь, это тактильное ощущение. Если помнить того культового кино, «Игла» Рашида Нугманова, который был снят, хотя у нас, наверное, слишком разный возраст уже, это было культовое кино, когда вся тусовка, рок-тусовка, там играл Мамонов, играл Цой в этом фильме, а снимал его практически мой однокурсник, архитектор по образованию Рашид. Там есть потрясающий, на мой взгляд, кадр, когда он вывозит свою возлюбленную Цой, будучи главным героем, вывозит ее в степь, и они живут в старой мазанке казахской, длиннобитной, где он ее держит без наркотиков, чтобы она переживала ловку. И там огромное количество кадров, когда свет солнечный, свет стелется по абсолютной глине, глиненная стенка, и на ковре босые ноги, исколотые героини, там сучат в агонии. Ну, неважно, это уже драматургия, я говорю про фактуру, да? Это то переживание, которое на самом деле можем испытывать не про наркотики, а про фактуру. Можем испытывать на самом деле каждый день, потому что мы можем выстроить такую дистанцию просто, мы можем создать такую среду, в которой мы будем жить и потреблять эту архитектуру. Не буду приводить никаких там данных по исследованиям, что дети вырастают другими, живя в трехмерном, тактильном, кинестерическом пространстве по отношению к тем, кто живет в клетках и прочее, но, возможно, такой допуск можно сделать. Я пытаюсь не все сейчас вам тезис рассказать, но то есть, если вы, как будущие потребители архитектуры, будете иметь дело с архитектором, например, и заинтересуетесь хотя бы таким подходом, вы смотрите, картинка, где она и задержалась, это высота, которая не имеет ограждения. То есть, человек может упасть, может споткнуться, может удариться, но при этом это не смертельная высота, это не 6 метров где он смертельную лепешку, но даже и это можно делать. Смысл в том, что как только мы создаем опасную архитектуру и мы тут же подхватываем мягкими ладонями нашего потребителя, с помощью, не знаю, стеклянного ограждения, которое покажет 6 метровую глубину этой пропасти, но стеклянное ограждение не даст тебе упасть. Ты все время будешь в тонусе, ты будешь все время переживать это переживание, она будет тебя тонизировать, торпить, у меня есть очень сильный пример, когда я создаю какие-то очень сильные формы в интерьере или в объеме, которые парадоксальны, тяжелы, колючие, еще как-то, люди вокруг нее живут, но она никогда им не надоедает, и никогда ее не замусорят своим бытом. В общем, мы говорим про жилье с вами, я специально показываю хорошее замечание, что там похоже на каземат, это полная голая абстракция, она так снята, так показана нам, потому что, как только вы поставите окожный диван, мягкий торшер, то зона вашего комфорта это покрывало, это ваша кожа, любимая книжка, еще что, а зона вашего условного дискомфорта, то, что вас окружает, но не дискомфорт, а переживание. Пойдем дальше. Алекхандр Равена, очень знаменитый архитектор, даже забыл аргентинский, он или, он в этом году получил Писковскую премию, вот, это такой дом Москва, в котором, вот этот наклон на части, это труба камня, сейчас попробую найти, в плане все видно, вот видите, да, это на самом деле костер просто разжигается в стеклянном кубе, и это все большой камень, такая парадоксальная штуковина, которая нас обращает к каким-то архаичным переживаниям, к, но, но это не самое главное, я сейчас приятно говорю, некий самый боюсь, что они могут вызывать не те ассоциации, в принципе, эта архитектура вот всего того, о чем он говорил, эта архитектура достаточно как бы обнаженная, но, в ней, в отличие от предыдущего, есть уже образ, это похоже, будьте здоровы, похоже на скалы, это похоже на какие-то, ну, каменные побережья, возникает некая изобразительность, потому что я не хочу вам сказать, да, что то, что я вам показал в середине, да, что это есть абсолютно самое главное, это просто интересное звено и правильное звено в развитии архитектуры и в развитии нашей мысли и нашего понимания архитектуры, я сейчас попробую, на самом деле, пойти чуть поподробнее, это вот итальянцы, итальянское бюро, которое, с точки зрения нашего, нашей терминологии, современно делает абсолютно минималистическую архитектуру, фотограф гениален здесь, он подает все это максимально, ну, прямо, то есть то, то, что хотелось бы сделать архитектор, кто так продолжил показывать, это архитектура как бы ни о чем, но при этом архитектура фактур, тяжелых масс, звучной пустоты, движения света, у меня вообще просто красиво, и теперь начнем, пожалуй, говорить о самом главном, это потрясающий архитектор, любимец всех архитекторов на земле, тадала-анда. Я сейчас вернусь к тому аналитическому опыту, который я вам показывал, ну, просто картинки, да, значит, что, какие принципы вывели художники-абстракционисты, художники-супрематисты, художники-конструктивисты, функционалисты и прочее, прочее, да, значит, первый, самый глобальный принцип, который интересен архитектору как таковой, это деление. Вот представьте себе лист бумаги, да, ну, или просто мир. Мир – хаос. Он не организован никак. Вы провели линию, и вы, как художник, или как Господь Бог, мир организовали. Ваша линия разделила на две части весь мир. Разделила на большую и маленькую часть. Большая побеждает, маленькая погибает. Маленькая совсем погибает, часть, где вы нарисовали ее, большая совсем побеждает. Возникает дерматургия. Но это уже не хаос. Мир организован. Следующий постулат, который выводит аналитическое искусство, которое мы, как бы, естественно, оттуда выцеганили, им пользуемся абсолютно. Форма делает форму. Не даром же все в советское время, да, были очень серьезные упреки по поводу формализма как такового, ну, как по поводу бессмысленности, никому не нужности, потому что нужен социализм, нужно изображать плодовые подвиги, вроде не нужна свекла. Вот. А что такое форма делает форму? Ни одна форма в мире не существует без того, чтобы не породить другую форму. Вы нарисовали черный, г-образный элемент на белой бумаге, у вас отразился автоматически белый, точно такой же перевернутый. Это очень интересная тема, когда каждая форма порождает собой другую форму. Они взаимосвязаны между собой. Дальше может двигаться еще дальше, но хочу сказать, что там была последняя картинка, я вам сказал, петельского художника Стерлигова, вот, то вся, как бы, цепочка открытий у Стерлигова доходит до чаши на купольное пространство. Очень сложно, очень интересно. Стерлигов на самом деле художник религиозный. Вот. То есть чаши на купольное пространство, все время у него оно как бы кривое. Всегда есть некая чаша и купол, которая... Чаша, купол, да, понимаете, это противоречие. То ли это чаша, то ли это куполь. Вот. С помощью чаши на купольное пространство осмысляет мир, как таковой. Вот. И это форма творческий принцип. То есть все эти принципы, на самом деле, они почти божественны. То есть с помощью этих принципов можно организовывать мир. Что мы, в качестве архитекторов, и пытаемся делать. Вот. Чем интересен тогда Ламма? Вот это его, Азума Хаос. Если вы посмотрите на его план, то это самое примитивное сооружение, которое только может быть на свете. Это первая его попытка осмыслить совершенно другие принципы. Вот. Он дошел не просто до деления. Вот деление организовывает мир. Он дошел до равнодушного деления. Он сказал, деление должно быть никаким. Он разделил ровно на две части, вытянутый прямоугольник. Один сделал два ровно, через который проникает свет. Одна часть у него общественность, ну, часть дома, где есть гостиная и еще что-то. Другая часть сонная, где он сам проводит время, не он, это не его дом. Вот, потребитель. В чем смысл, как бы, этой великой пустоты и великой простоты? Это, ну, как бы, известный в Японии философский принцип, увы, незнание. То есть, ахитектура объекта, я сейчас вам пытаюсь рассказать на очень частном примере, какие глубокие смыслы могут быть заложены в вашем жилище и насколько они для вас будут интересны или неинтересны, другой вопрос. Я вам сейчас просто расскажу. Что происходит? Этот объект ничего не знает. Он нейтральный. Но в нем происходят странные вещи. Как только очень мощный источник света солнечно попадет во двор, все засвечивается отражено светом. Как только лишь происходит пасмур, то вот градиент световой, он растворяется, как в тумане. Ты, как человек, себя чувствуешь активно, находишься близко к свету. Здоров, силен, потому что ты по Богу перемещаешься. Тебе плохо, больно, жалко, страшно, но ты забираешься в дальний угол от света. Ты сам регулируешь, в зависимости от своей энергетической наполненности, свое положение по отношению к этому дому. Это очень намерен дом, потому что при всей своей простоте у него нет ни одной похожей фотосъемки. У него все время внутри происходит что-то странное. Он другой. У него плитка кажется мокрой, как будто она дождем смочена, потому что двор настоящий, как бы открытый просто. И в этой своей крайней простоте вот этот дом декларирует принцип незнания. Если попробую его рассказать, прошу прощения, он без окон. Он только через двор освещается. То есть, это, понимаете, та же самая система безобразная. То есть, мы замкнулись полностью, внутри построили свой мир. Это отшельническая отшельническая архитектура. Вот, на самом деле, уже более развивающую эту тему дом, значит, это называется Накая Махаос. Прошу запомнить, потому что это 85-й год. посмотрите на его план. Парадоксальному, то есть, вот если этот план показать, не знаю, студентам-архитекторам, они скажут, что это просто ребенок нарисовал. То есть, архитектор учат, композиции, не знаю, линия туда ушла, это куда-то отвалилось, это там динамически куда-то пошло, там побежали, еще что-то. Это план абсолютно примитив. Более того, он примитивно извращен, потому что деление сделано по длинной, неудобной стороне. Видите, длинный дом, он так разделен, а потом еще раз разделен вот так. И получили вот такую комбинаторику, в которой часть живая и часть так называемая неживая, на самом деле тоже его мир, мир хозяина. Только такой перевертик, что это то самое, форма делает форму. Форма воздуха и форма самого жилья, пространства абсолютно идентичны. Для чего делает это наш любимый Стадаланда? Он делает для того, чтобы любая вибрация, которая возникнет в этом доме, качнет в другую сторону. Придет туда фрик в красных носках и зеленом галстуке и бросится в этот дом, качнется в эту сторону. В этом доме отразится западный свет и засветит как-то там все это последнее всего лучом. И человек узнает в этом доме, что день пришел к концу. В этом доме восточное солнце попадет соответствующим образом и человек тоже узнает, но в своем собственном замкнутом мире. Это на самом деле такая храмовая архитектура. Дальше я вам покажу просто какое-то количество объектов тогда Анды, чтобы вы поняли, что это все жилье. Все, что показывает, это все жилье. Это космос. То есть, если вы помните фильм «Искусственный разум» с Пилбергом, то последний кадр, где все, что с земли осталось, там маленький мальчик-робот, и с его помощью устанавливают какое-то ощущение от людей, он возрождает свою мать ровно на сутки, то все это по ощущению похоже на ту архитектуру, которая там присутствует. С этого момента когда Анда начинает называть мастером темноты, как мне странно, потому что он проектирует темноту, в которую врывается свет. Это все жилье. На самом деле он ничем не отличается от того первого объекта, про который сказали, что бункер, казарма, еще что-то. Но мне кажется, что вы немножко уже прошли вперед, что здесь уже все-таки жить-то можно в этой истории, но жить еще можно высоко художественно. Тогда Анда концентрирует взгляды. У него, видите, стенка опускается так, что свет только лишь низкий, только отраженный. Не знаю, куда сейчас дом ориентирует, какой про какой свет говорит таким образом, но это совершенно другая демотургия твоей жизни в этом доме. Ты живешь точно так же, как обычно. Ты спишь на своей кровати, читаешь книжку, смотришь телевизор, но у тебя может окружать совершенно другой мир. Ты можешь его чувствовать. Нет, тогда Анда вызывает у меня самые теплые чувства. Вот. На самом деле такую общую теоретическую часть я закончу. Не знаю, я иду по времени. Вот. Насколько вы устали, не устали. Сейчас я буду вам рассказывать о себе любимого, вот, чтобы вы поняли, что возможно все, все эти ужасы, которые сейчас вам показались не совсем комфортными, они на самом деле широко применяются, находят свои потребители и, как мне кажется, являются интересными. Значит, я вам сейчас вам, моя цель, говоря про жилье, дойти от дома до квартир, потому что вы можете мне сказать, что да, дом это трехмерное пространство, да, мы согласны, что трехмерное пространство трехмерное, да, буквально, как она у нас измени высот, это интересно, но в квартире как бы это все сделать непонятно. Так вот мы с вами пройдем от дома до квартир. Вот дом, который был куплен, обыкновенный дом Хонка, шуток Хонка знаете, да, достаточно типовой, типовой проект, сделан из бруса, вот, и наша задача была, клиент, заказчик, был человек, который торговал мотоциклами, вот, он был успешен, у него было два Дукати, какие-то, раритетный, и была задача сделать дом интересный, значит, вот, что он из себя представляет в результате дом, как он построился. Это дом, который, тоже, сарай вообще, ангар вообще, как таковой, да, значит, на чем мы настаиваем? Мы настаиваем на том, что мы находим так называемую русскую изобразительность. Мы делаем парадоксальную архитектуру, по сочетанию материалов, она очень похожа на коллажную, она похожа на самострой, она похожа на достраиваемую архитектуру, вот, мы на этом настаиваем, в этих объектах конкретных, вот, и говорит таким образом, что мы нашли ту самую русскую детечность, которую никто найти не может, а мы нашли, раз и нашли. Но, что мы сделали? Мы в простом прямоугольнике, сарайном, поставили металлический каркас, и дальше все уровни, все этажи, ну, поскольку, весь каркас металлический можем где угодно смещать, сместили друг подношение друг к другу, чтобы не было ни одного параллельного уровня. И построили вот такой вот, не знаю, сколько сможете понять, ну, что закрыли металлом, что-то фанерой, что-то еще, что-то такое хобитат, такое китайское поселение. В этом доме 230 метров квадратных, 9 спальм, нормальный пущий при этом. Гостиная, ну, вот так это выглядит в самих интерьерах. У него, на самом деле, как бы, отдельная тема это пространственные связи, то есть эти лестницы, лесенки, коридоры, мостки, это то, в чем дети, просто дети, которые живут в этом доме, они не могут этим насытиться до сих пор. А строители, когда строили, они каждый раз, когда открывали новый пласт, выстраивали, да, они так же приходили, как дети в восторге, насколько там интересны, то есть это прежде всего интересное пространство в этом случае. Я называю хабитат. Ты не знаешь, что найдешь за углом, куда придешь, вот. Но хаос не тема сама по себе. Мы, я, сейчас не могу говорить как бы обо всех идеях и затеях, которые там кроются, отдельная, интересная тема, создавая абсолютно независимый внутренний мир, который в контраст с внешним миром очень сложен, интересен, опасен, в трехмере, телеги не заканчиваются. Там возникают еще как бы другие контексты. Проснаться и время, в частности, как время распорядиться. Очень многие объекты наши, которые мы строим, которые я строю, они имеют очень маленькую площадь, окажутся большими, потому что мы манипулируем, как мне кажется, уже удачно с понятием времени. Вот мы переходим к квартире. Я вам обещал, что мы дойдем до квартир. Значит, эта квартира двухэтажная, чтобы вы поняли, да, она не начинается с плана. Ей никто, в этой квартире не придумывает план. Ей придумывают формы, между которыми будет жить человек. У меня нет, к сожалению, указ, кем я вам показал. То есть, видите, есть кирпичная форма со стеклом, металлическая на ногах, на ноге, которая уходит вниз, деревянная, которая висит в воздухе. А человек между этим должен биться, как мошка, находить какие-то свои ниши, ну, понятно в кавычках, да, и там как-то обживаться. Вот, таким образом мы получаем, мы получаем какое-то очень сложное пространство, которое мы еще, ну, с точки зрения своего вкуса и вкусного заказчика, одеваем в очень брутальные материалы. В тяжелый кирпич, в бетон, в тяжелый тертый металл. Мы нарушаем все пропорции по отношению к весу. У нас огромная часть, которая висит специально без ноги, она висит, наверное, на укосине. Это сложнейшая конструкция, ну, сложнейшая штука клиента, которая, она действует пугающе просто. Под ней, кажется, он на тебя надавит и раздавит. Я, потому что наверху много массы, внизу мало массы. Воздухом мало. Все это висит на каком-то маленьком теже. Это металлическая форма, дракон, не знаю, как его назвать, чужой, который вклинивается. Вот вся эта кирпичная башня, это санузел. Я иду по понижающей. Теперь у нас плоская квартира. Что с ней можно сделать? Я хочу сказать следующее, что мы сейчас с вами, вы сейчас разговариваете со мной или в моем лице с категорией людей, которые проектируют интерьер как архитектуру. Мы проектируем архитектуру в интерьере. Мы не занимаемся только лишь отделкой, украшением и прочее. Мы говорим, что можно сделать особые переживания в любом пространстве. В любом пространстве мы можем для вас сделать так, что вы будете более пробинутыми, чем в любом другом интерьере. А еще мы вас обманим. Мы сделаем вам больше площади по ощущению, чем у вас было. И вот смотрите, есть некая бетонная оболочка. Мы придумали деревянный хобитат, опять же, такой линейный дракон. Вставили в эту оболочку и таким образом образовались какие-то зазоры, щели, которые человек может пройти или который может заслой для спальни. Там есть, конечно, мебель расставленная, что-то подняли наверх. На самом деле, это все история трехмерная. У нас везде находится подиумы, необходимо с них спрыгивать, подниматься, опускаться. У этой семьи двое детей в первую же неделю оба разбили себе нос, там еще что-то. А сейчас я уверен, что это такие уже ниндзя просто. Скорее всего, нет. Прямые понятия правят, конечно, это не главное, что мы физически пытаемся воспитать. Дело в том, что в этом мире, в этом ландшафте возникают дальние горы, долины, возвышенности, ущелья. Ты живешь в интересном мире, у тебя психологически время другое. Я вам сейчас покажу в конце один пример, и вы поймете, что это работает на очень маленьких пространствах. Вот мы создали такое интересное пространство, достаточно недешевое с точки зрения отделки, все это не фанера, не прочее. И вот, ну, при этом это абсолютно гламурное, что ли, интерьерное ощущение. А по пространству совершенно другое. Вот. Вот как-то мне достался один очень жесткий интерьер. Посмотрите на план, видите, это все бетон. То есть ничего подвинуть нельзя, ничего не строить нельзя, ничего в виде какой-то смелой формы сделать не важно. Вот видите, планчик такой. Вот. И тогда я сосредоточу свое внимание на фактурах. То есть все фактуры этой квартиры. Ну, сделаю одну комнату на подиуме, чтобы он через стеклянный эрк осмотрел гостиную, то есть разрушил границы таким образом. Вот. И насытил его такими странными, странными... Ну, и получил какое-то количество отзывов про безобразную архитектуру, опять же, что это все страшно и жить в этом невозможно. Вот. Ну, по-моему, просто красиво. Ну, перейдем к маленькому пространству. Вот это пространство, это 23 метра. 10 метров кухни, 13 метров комнаты. Мы все смесли, коридор мы не рассматриваем. Все смесли, что мы сделали? Мы умудрились поставить дополнительный туалет посередине этого пространства и поднять кухню на подиум. И дальше мы пошли вокруг туалета, вокруг этого объема, который мы не довели до потолка, а поставили в виде некой абстрактной формы. Сейчас здесь не видно, как мы просто обходим эту историю. Вот, это туалет на самом деле. И вот на жалких 23 метров мы получили пространство с теми же самыми с горой, с долиной, с брожением, с линейным, по кадрам, восприятием пространства, когда вы идете или через гостиную, или через коридор вокруг кухни, у вас линейно квартира удлиняется. Никто, ни один человек в жизни не может сказать, что там 23 метра. Кто бы там ни бывал, все думают, что это большое пространство. Ну и вот, сейчас я вам расскажу. Квартира 33 метра. Это квартира панельная. И вот, казалось бы, что можно сделать, надеюсь, вы отслеживаете, что я иду от большего все меньше и меньше пространства. Это квартира, построенная в 91-м году. Она в себе содержит спальное место, рабочее место, подиум, который является таким горным плата, столовая, кухня, спальное место и библиотека. То есть, количество единиц в пространстве просто огромное. И восприятие наше, я сейчас говорю как про прием, не как про то, что это хорошо, а именно как прием, что этот прием работает, что вы когда создаете пространственное решение, у вас количество пространственных переживаний сильно увеличивает восприятие от величины пространства. Вы заходите в 33 метра и оно будет не очень большим. Поставите диван и кровать. И в том самом метраже вы можете сделать такое пространство, в котором будет какое-то количество разнообразий. ну а плюс еще ко всему и некая тектоническая жесткость. То есть, на самом деле, этот интервей построен всего лишь на 5 лет позже, знаменитый дом Тадаланда. Таким образом, можно считать, что мы идем в одном русле. Это квартира режиссера Сергея Ливнева. На самом деле, в ней огромное количество, во всех этих пространственных играх, огромное количество плюсов, про которые я не говорю. Они технические, функциональные. Мы называли это шкаф упал на пол, этот подиум. Ну, потому что весь же выдвигается, да, то есть, был, стоял бы шкаф, ровно та же самая емкость, но занимало бы место. Он упал на пол, мы входим по его поверхности, мы экономим площадь. Огромное количество элементов, которые он там не показывает, когда мы с подиума достаем до антресоли, не залезая на лестницу. То есть, то, что у нас возникает пазл пространства и перехлёстов. Мы, как правило, всегда интерьер увеличиваем, ну, не такой маленький, да, но средняя площадь интерьер увеличивается где-то на метр двадцать квадратно за счёт всех перехлёстов всяких полезных. То есть, мы приносим пользу, мы приносим функцию, мы развлекаем. Вот Сергей, будущим молодым человеком, когда он только снимал своё первое кино, в тот момент, когда прокат в этой стране навсегда, ну, не навсегда, на длительный период накрылся абсолютно. Фильм назывался Кикс. Вот. Собственно, по большому счёту всё, что я пойду вам рассказать.